Этот конкурс уже 10 лет носит имя Есенина Ленинского края Евгения Зубова. На финал зубовских чтений в Видновскую школу искусств съехались самые талантливые чтецы со всего Подмосковья. Пока в холле регистрировались вновь прибывшие, а гостей развлекали живой музыкой, в зале шли последние приготовления. Александр Друзяков здесь и Аким Старков здесь. В этом году в 10-х юбилейных зубовских чтениях приняли участие почти 250 человек из 14 муниципальных образований Москвы и Московской области. Приезжающие из других муниципалитетов Московской области, не из Ленинского района, читают стихи Евгения Зубова. Это, наверное, самое главное достижение, цель, которую мы ставим перед собой и которую мы успешно достигаем. В 2019 году конкурс посвящен 90-летию Московской области. Введена даже специальная номинация за любовь к малой родине. Многие чтецы выбирают творчество своих земляков. Мы хотим показать себя, свои чтения, таланты, рассказать про свой город. Выступающие используют различные выразительные приемы. К тому же с годами меняется и сам формат выступлений. Дети стали не только готовиться, они стали создавать целую композицию. Это специальная одежда, форма под это стихотворение. Это музыка, это фотографии, это слайд-шоу. Понимаете, да? Это не просто вышел, прочитал, хотя никто к этому не подвигал. София Джан читала стихотворение Евгения Зубова «Росинка». Усилить впечатление от своего выступления она решила с помощью тщательно подобранного наряда. Он больше сочетается с костюмом «Росинки». Он нежный и на голове у меня, как вы видите, венок, потому что из цветов. Потому что «Росинки» чаще остаются на цветах. Из 45 финалистов строгому, но справедливому жюри предстояло выбрать самых достойных. Ну представьте, сказку эту неморозко создавал. Нашим русским кружевницам руки Бог поцеловал. Клокочет ветер, бьется в окна, прошита тьма ночным дождем. Сирень озябшая промокла и тянется ветвями в дом. До цепи сидит собака, охраняет двор и дом. А котенок растянулся на диване в доме-то. И слезы ночного дождя на листьях берез серебрятся. И он учил тебя бороться за жизнь, не сдаваться. С прошлого года в фестивале принимают участие не только дети. Захотелось как-то и самой, не то что стариной тряхнуть, а попробовать себя в новом амплуа. Я действительно руководитель лету сведлица, но стихов я и не читала где-то со школьных времен. Даже интересно, как это получится. Я их пишу, но я не чтец. Каждый поэт надеется быть услышанным, чтобы аплодисменты были не просто из вежливости, а что тебя услышали, тебя прочувствовали и с тобой, ну, наверное, в чем-то согласились. За годы существования зубовских чтений в них приняли участие более двух тысяч человек. И интерес к мероприятию продолжает расти. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видной ТВ.